Всем привет! Сегодня я вас хочу познакомить с французской классикой. На этот рецепт меня натолкнул мой французский коллега, который со мной вместе работает. Это блюдо называется кюнель де поассон. Ну, а в простонародье просто рыбные клетки. Раньше, когда он был маленький, его мама довольно часто готовила ему во Франции это блюдо. И вот после одного случая, когда я подарил ему леща, не в смысле, а именно подарил леща, он сказал, что я, говорит, приготовлю кюнель де поассон. Я заинтересовался, что же это такое за рецепт. Он мне вкратце рассказал, мне идея самому понравилась. И я решил это блюдо приготовить и заодно показать вам, как оно готовится. Все ингредиенты для этого рецепта у меня под видео. Мне понадобится заварное тесто, отправляю сливочное масло и молоко в кастрюлю. И на плите готовлю заварное тесто. Плиту включил на 250 градусов и довожу молоко до кипения. И в кипящую массу отправляем муку и перемешиваем. Плиту выключаем. Остаточной температуры нам хватит довести тесто до готовности. На дне кастрюли уже образовался белый налет. Это говорит о том, что тесто начало отдавать муку. Точнее, это говорит о том, что тесто у меня уже готово. Снимаю его с плиты и перекладываю в другую посуду. Потому что дно у кастрюли у меня толстый, оно еще очень горячее. Далее мне понадобится два коренных яйца, которые я слегонца взобью. И тоненькой струечкой буду вводить яйца в тесто. Тесто еще горячее, поэтому тоненькой струечкой. Заварное тесто у меня готово. Накрываю его пленкой и отправляю в холодильник. Пока тесто отдыхает, я займусь рыбой. Я рыбу уже разделал. Я в этом случае взял леща, который у меня есть дома. По классике идет щука или судак. Но это не принципиально. Я показываю суть приготовления. Потому что в дальнейшем я, возможно, приготовлю также кюнель де паосом из морской рыбы. И получится очень хорошо. Филе просто срезал, снял кожу, порезал на небольшие кубики и слегка подморозил. Это нужно для того, чтобы эмульсия получилась хорошая. Далее рыбу я присаливаю, добавляю молотого перца, отправляю в измельчитель. Я понимаю, что не у всех есть большой измельчитель дома, но кухонный комбайн или, возможно, измельчитель, который намного поменьше. Добавляю 2 куриных яйца, добавляю сливочное масло комнатной температуры и все тщательно измельчаю. И далее тоненькой струечкой ввожу сливки 30% для жителей постсоветского пространства 33%. Вот обратите внимание, насколько масса стала мелко порубленная. Возьмите просто пальцами, пощупайте, имеются ли кости или нет. Вот у меня все пробилось основательно. Несмотря на это, массу обязательно протереть через сито. И далее. Охлажденное тесто также отправляю в кутор и пробиваю. То есть довожу массу до однородности. Все, масса готова. Выглядит отлично. Готовую массу перекладываю в чашку, накрываю пищевой пленкой и отправляю на ночь в холодильник. А теперь мы займемся соусом, который называется нон тюа. Именно для этих клетцов. Сливочное масло. Вообще французы любят очень много сливочного масла. Добавляю сразу лук. Если у вас есть лук-шалот, добавьте шалот. Нет лука-шалот, не добавляйте лук-шалот. Добавляю каркасы раков. Я их предварительно подрумянил в духовке, чтобы аромат просто раскрылся лучше. Этого делать не обязательно. Вы можете точно так же работать с раками напрямую. В смысле с членистоногими. Температуру немного увеличу. Отправляю сюда одну столовую ложку томатной пасты. И на сильном огне подрумяниваю все это дело. Если у вас случайно в холодильнике завалялся биск, то тогда соус вам готовят даже и не обязательно. Добавьте в него немного жирной сметаны. И он как таковой готов. Вообще этот соус можно готовить на основе соуса Бешабель. Как он кстати делается, есть у меня на канале. Я буду готовить немного по-другому. Так как у меня есть рыбный бульон, этим самым я просто вкус немного насыщу. То есть он будет вкуснее. Раки у меня немного подрумянились. Я добавляю немного коньяка. Выключаю свет. Смотрите аккуратно, не спалите дома кухню. Все, алкоголь сгорел. Этим самым мы даем дубильным веществам лучше проявиться. Добавляю одну столовую ложку муки. Немного обжариваю и добавляю рыбный бульон. Как готовится рыбный бульон, есть у меня также на канале. Ссылку оставлю. Температуру я уже убавил. Накрываю крышкой. И дам покипеть бульону 30 минут. На среднем огне я переливаю соус через сито. Здесь значит, смотрите, кто-то пюрирует каркасы раков. Я этого не делаю, потому что для меня хитин и панцирь, они несъедобные. Ну, если кто-то хочет озадачиться, пожалуйста, можете пропюрировать и пропустить через сито. Это ваше личное дело. Пока это ваш желудок, вы делайте с ним все, что хотите. Теперь я в будущий соус добавляю сливки. Если у вас морская соль, прекрасно. Если нету, самый обычный, без всякого выпендрежа. Перемешиваю и отправляю опять на плиту. Мне нужно его вскипятить. Все, соус у меня закипел. Соус убираю в сторону и добавляю 100 грамм 30% жирной сметаны. Перемешиваю. Все, соус нон тюа у меня готов. Ну, а теперь я начну формовать сами клетки. Бульон я уже подготовил. Он у меня состоит из двух зубчиков чеснока и немного тимьяна. Я жутко извиняюсь, что у меня не было свежего тимьяна, но так получилось. Я добавил сухой. Сам бульон я круто присолил. Так, ну и теперь при помощи двух ложек я начинаю формовать сами клетки. Они у вас не должны быть идеально гладкими. Если хотите, можете делать их крупнее. Здесь размер кардинальной важности не имеет. Бульона в общей сложности я сделал 3 литра. Если вам проблематично делать клетки именно так двумя ложками, то вы можете спокойно вот этот приготовленный фарс завернуть в пищевую пленку и завернуть как конфету. И также его готовить прямо в пленке, не вынимая. Вода в этом случае может кипеть. Время приготовления 10 минут. Своей клетки я буду готовить 15 минут. Вода кипеть не должна. Она должна быть примерно между 95 и 99 градусами. Кюнель де пуассо, как правило, едят с отваренным рисом и со свежим салатом. Но как готовится рис, мне вам много особо рассказывать не нужно. Каждое состояние приготовить его сам. И зеленый салат тоже особых проблем не составит. Единственное, если вы захотите добавить салатный соус, то я вам оставлю ссылку, как салатные соусы готовятся. Выберите по своему вкусу, если хотите. Пока клетки готовятся, я подготовлю форму. Они еще будут запекаться. Смазываю сливочным маслом. Да, и в связи с присутствием коронавируса в нашей жизни перчатки почему-то стали стоить 50 центов за пару. Я считаю, это грабеж средь белого дня. По истечению 15 минут клетки у меня готовы. Они, к сожалению, не все у меня поместились в мою форму, так как она у меня небольшая. Но это не суть важна. Теперь заливаю их соусом. В общей сложности у меня получилось две формы. Но запекать я буду одну. Вторую я буду запекать завтра. Не знаю, либо я сильно голодный, но соус по вкусу просто сногсшибательный. Отправляю в мини-духовку. Температура 210, примерно 15 минут. После приготовления скажу точнее. В общей сложности моей кюнель пробыли в духовке 15 минут. Температура 210. Гриль с обдувом. Ну, раз мы уже все здесь собрались, давайте я сделаю подачу. Пиалку я смочил водой. Утрамбовал рис. Готово. Также смоченную поварешку слегонца вдавливаю рис. Ну, а здесь уже по вашему желанию. Как вы хотите распределить клетки. Ну, допустим, мне 4 клетки хватит за глаза. Кому-то понадобится больше, кому-то меньше. Вот этого замечательного соуса. Я вам очень рекомендую, если вы любите рыбу, приготовьте этот рецепт. Это действительно очень вкусно. Я просто уже попробовал. Вы не пожалеете. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых видео. Продолжение следует...